Здравствуйте, глупо уважаемая президиума, глупо уважаемые слушатели, глупо уважаемые коллеги. Итак, мы перед этой сессией задавали вопросы, я их суммировал в той части, которая касается иммунотерапии. И здесь можно выделить несколько блоков, на которых я постараюсь остановиться. Первый вопрос, он в принципе короткий, можно ли использовать донозумаб для профилактики костных осложнений с иммунотерапией. Здесь вопрос не требует каких-то длительных ответов, да, это можно делать. А вот с остальными вопросами, касающиеся роли возраста, коморбидности, повторного назначения препаратов и управления нежелательными явлениями, на них я бы хотел остановиться несколько подробнее. Итак, если мы посмотрим на роль возраста, то у нас есть несколько метаанализов, которые были посвящены этому вопросу и доступны, как раз были опубликованы совсем недавно. Два метаанализа фокусировались на роли возраста у больных раком легкого, получающие иммунотерапию. В одном из них включено было 10 исследований, другой проводился в ДИА по данным всех имеющихся исследований, которые у них были. И оказалось, в первом исследовании, которое здесь представлено, мы видим, что у нас нет различий никаких как по времени до прогрессирования, так и по общей выживаемости в отношении возраста. Что интересно, метаанализ ФДИА показал, что у пациентов старше 75 лет почему-то ниже частота нежелательных явлений. Хотя мы вроде как ожидали другого, худшую переносимость терапии у этой группы пациентов. Другой метаанализ суммировал применение антицителя-4, анти-ПД-1, ПДЛ препаратов у больных с различными локализациями. В данном случае это была меланомия, рак легкого. И опять эти метаанализы не показали никаких различий, а было включено 25 исследований и почти 8,5 тысяч больных. Таким образом мы можем сказать, что возраст не влияет на эффективность лечения. Другой вопрос это коморбидность. Коморбидность может быть связана, а может быть не связана с возрастом. И если мы говорим про иммунотерапию, то в первую очередь нас интересуют аутоиммунные заболевания и иммунодефициты. И здесь есть несколько аспектов взаимного влияния этих патологических состояний. Если мы говорим про аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния, то они увеличивают риск развития иммунопосредственных нежелательных явлений. Особенно это характерно для лиц трансплантации органов, которые получают иммунодепрессанты, и у них риск отторжения органа составляет около 30%. Как влияет эта ситуация на эффективность лечения? Никак не влияет, эффективность лечения одинаково при таких иммунопатологических состояниях. С другой стороны, сама иммунотерапия увеличивает риск обострения иммунопосредованной патологии. И надо сказать, что для аутоиммунных заболеваний часто используется иммуносупрессивная терапия. Вот эта иммуносупрессивная терапия, она может повлиять на эффект терапии. Поэтому, если уж мы назначаем иммунотерапию при аутоиммунных заболеваниях, надо убедиться, что пациенты не находятся на фоне жесткой иммуносупрессии, которая снизит эффективность нашего воздействия. Что касается длительности лечения, то это сложный вопрос. И вот у нас недавно было опубликовано исследование, Мелбейс, которое отслеживало пациентов, которые длительно, больше двух лет получали терапию. Мы видим, что риск развития нежелательных явлений у них достаточно высокий. 43 процента, конечно, это большинство первой и второй степени. Но чем больше мы лечим, тем больше нежелательных явлений мы встречаем. Отсюда закономерный вопрос, а стоит ли нам так длительно лечить? Если мы посмотрим исследование регистрационное, здесь пример меланомы, чекмейт 004, то мы видим, что длительность эффектов как при остановке после максимального ответа, так и при остановке после токсичности, она абсолютно одинаковая. Короче, эффекты только если мы остановились из-за прогрессирования процесса, но тем не менее даже там они есть. И очень хорошая, похожая ситуация происходит при раке почки, где в исследовании чекмейт 214 в первой линии терапии применялся эпилюмаб с нимбилюмабом. Мы видим, что пациенты на лечение, пациенты, завершившие лечение, которые дальше не лечились, они имеют абсолютно одинаковые графики с фемерплотов. Таким образом, мы можем сказать, что при этих двух заболеваниях, скорее всего, разницы в прекращении нет. И данные с клинической практики, которые поступают уже в этом году, показывают, что да, действительно, при меланоме прекращение лечения через один год не приводит к каким-то плачевным результатам. Это действительно такая логичная нормальная опция. Поэтому на сегодняшний день разрабатываются разные алгоритмы. И вот согласно одному из алгоритмов, надо убедиться, что у пациента есть полный регресс, и пациент больше шести месяцев получал лечение. После этого можно обсуждать с пациентом остановку лечения. Если у пациента не полный регресс, надо сделать ПЭД, убедиться, что у пациента метаболически полный ответ, и опять обсуждать с ним остановку лечения. Другое дело – рак лёгкого. Здесь немножко другая ситуация. В 2020 году, наконец-то, опубликованы результаты по общей выживаемости исследований Checkmate 153, где невлюма применялась во второй линии. Здесь пациенты рандомизировались после одного года лечения, вне зависимости от эффекта, на продолжение лечения и прекращение лечения. И вот данные по общей выживаемости, которые здесь представлены, говорят нам о том, что, в принципе, пациенты, продолжавшие лечиться, получали большую пользу от лечения. У них лучший результат общей выживаемости. И преимущественно это было достигнуто за счёт большей длительности ответов у пациентов, у которых был эффект. Если же эффекта от иммунотерапии не было, продолжать лечиться, не продолжать лечиться, у пациентов одинаковая продолжительность жизни. Другое исследование, которое нам говорило о том, насколько эффективна реиндукция. Мы, в принципе, думаем, что мы можем прекратить, но мы потом можем возобновить лечение. Вот здесь было проведено достаточно сложное исследование, большое, многокогорное, больше 5000 человек. Что оно показало? Что у пациентов реиндукция – это всегда более эффективная опция, чем химиотерапия. Химиотерапия здесь нижняя вот эта вот кривая, теоретически. Но чем больше эффект был на фоне иммунотерапии, тем глубже был эффект, тем лучше эффективность лечения. Таким образом, мы можем ориентироваться на то, что у пациентов, у которых на первом этапе применения иммунотерапии был достигнут положительный клинический эффект, он был достаточно длительным, вот эти пациенты получат наибольшую пользу от возобновления лечения. И, конечно, сложно сказать, кому продолжать, кому не продолжать, с учетом таких данных. Тем не менее, вопрос стоит обсуждаться. Поэтому, если подводить итоги, кому можно останавливать, кому нельзя останавливать иммунотерапию, при меланоме, раке, почке, иммуногенных опухолях, скорее ответ будет «да», мы можем обсуждать это. И у нас есть способы действительно оформить это решение. При раке лёгкого, наверное, нам нужны другие данные, пока нам останавливать иммунотерапию не надо. Что касается таргетной терапии, то нет данных по остановке таргетной терапии, такой вопрос тоже был. Однако, есть данные о том, что прерывистое назначение, ну, может быть, не совсем оптимально, несмотря на наличие доказательств того, что иногда перерывы в лечении могут даже увеличить, продлить чувствительность опухоли к таргетной терапии. Тем не менее, данные рандомизированных исследований, которые также были недавно опубликованы, говорят нам о том, что по общей выживаемости прерывистой терапии никак не влияет на эффективность лечения. Но время до прогрессирования будет несколько меньше у пациентов, у которых преднамеренно делались перерывы во время лечения. Наши собственные данные говорят о том, что действительно, если мы говорим о том, что можно завершить лечение без прогрессирования, мы можем выделить на основании монологических параметров группу пациентов, у которых риск дальнейшего прогрессирования не будет зависеть от того, продолжили мы терапию или нет. То есть пациенты, достигшие эффекта. Это, как правило, благоприятная прогностическая группа. Здесь она показана синим. Пациенты, у которых продолжение лечения может дать какой-то лучший результат, они, в принципе, скорее всего, все равно, несмотря на продолжение лечения, могут прогрессировать в ближайшее время. Их судьба сильно не поменяется. Есть группа пациентов, у которых результаты могут быть иногда даже лучше при своевременном прекращении лечения и монотерапии, что для нас было неожиданным. Но это маленькая группа в нашем исследовании пациентов. Это требует дальнейшего наблюдения. Тем не менее, наши данные свидетельствуют о том, что да, действительно, мы можем выделить группу пациентов, которых мы уже вылечили. И у нас есть определенные подходы, как найти этих пациентов для объективизации принятия решения. Что касается вопроса взаимозаменяемости препаратов, вопрос стоит в основном для больных раком легкого, при которых изрегистрировано несколько препаратов антипеди-1, несколько препаратов антипеди-Л1. И на данном слайде представлен метаанализ исследований, которые изучали сравнительную эффективность и сетевой метаанализ эффектов у препаратов разных классов. Что оказалось? Нет различий в эффективности между этими препаратами, нет различий в токсичности 3-4 степени между этими препаратами. По 1-й и 2-й степени у некоторых препаратов различия действительно есть. Но значит ли это, что мы можем свободно переключаться от одного препарата к другому, особенно при токсичности? При токсичности, наверное, мы переключаться не можем за исключением одной единственной токсичности. Это аллергические реакции на сами препараты, инфузионная реакция. В данных ситуациях инфузионная реакция на один препарат абсолютно не говорит о том, что будет инфузионная реакция на другой препарат. Во всех остальных случаях механизм иммунопосредственных нежелательных явлений одинаков. И мы можем ожидать от одноклассников одинаковых нежелательных явлений. Если же мы переходим на разные классы препаратов, например, был препарат антицетеля-4, мы переключились на антипеди-1, то да, нежелательные явления возникают повторно всего лишь в 30% случаев, в 20% случаев они будут достаточно тяжелыми, в 12% случаев потребуют отмены терапии. Та же самая история при обратной смене с антипеди-1 на антицетеля-4. То есть менять класс препаратов безопасно, если это требует нежелательное явление. Если говорить о переходе с комбинацией на монотерапию, а на монотерапии остается только антипеди-1 препарат, то здесь уже достаточно сложнее ситуация. Во-первых, у половины даже на антипеди-1 препаратах будут нежелательные явления. Из них повторные такие же нежелательные явления встречаться будут другие. То есть мы можем продолжить, но мы можем получить другое нежелательное явление. И до 30% пациентов, у которых возобновили антипеди-1 терапию, мы будем вынуждены отменить эту терапию из-за повторных тяжелых иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Но бонусом к этому идет высокая частота объективных ответов при повторном назначении. Но тем не менее, при развитии тяжелых нежелательных явлений на комбинированной терапии, в принципе, возможно переход на моно-антипеди-1 терапию, но это все равно чревато повышенным риском нежелательных явлений. Что касается продолжения лечения, тогда, когда мы отменили лечение предшествующее из-за нежелательных явлений, и потом нам нужна реиндукция препаратов. Если мы меняем на моно-терапию антипеди-1 и антицетеля-4, то почти у половины пациентов возникнут нежелательные явления третьей-четвертой степени, из них 30% будут те же самые, остальные другие. И до 82% пациентов будут вынуждены прекратить преждевременно терапию. Для антипеди-1 или антипеди-1 препарат пациентов возобновление тем же препаратом приводит также примерно в половине случаев к такому же нежелательному явлению. Таким образом, вопрос возобновлять или не возобновлять терапию после тяжелых нежелательных явлений требует очень большого взвешивания, и риски повторных нежелательных явлений будут повышены у этих пациентов. Итак, если подойти к короткому ответу на вопросы, возможно ли одновременно назначение донозумаба, это ответ можно. Особенности у пациентов в пожилом возрасте терапии нет снижения эффективности, возможно есть снижение токсичности, в клинической практике мы, в принципе, тоже это иногда видим. Возможно ли прекращение иммунотерапии? Да, возможно при меланоме после достижения ответа по решению врачебной комиссии и после обсуждения риска за больным пациентом должен быть на этом согласен. В остальных при раке почки, наверное, да, при раке легкого, наверное, пока что у нас мало данных для этого. Целесообразна ли реиндукция? Да, конечно, целесообразна, особенно после получения длительного или глубокого ответа и особенно если у нас не было нежелательных явлений. После возникновения терапии чекпоэт ингибиторами 3-4 степени в монотерапии после комбинированного лечения мы можем попробовать, хотя у нас риски будут все-таки повышены. И можно ли заменять ингибиторы PD-1 на PD-L1? Только при аллергических реакциях мы можем это делать безопасно. Во всех остальных случаях мы рискуем теми же самыми нежелательными явлениями. В остальном по эффективности препарата равноценно. Спасибо за внимание.